Всем доброе утро! Всем благословенного нового дня, нового пазла нашей жизни, который пусть будет наполнен красками. Красками божественной радуги, потому что мы дети завета. Красками божественного озарения, потому что все краски при солнце по-другому смотрятся. И поэтому пусть все будет озарено Божьими лучами, в которых исцеление для каждого из нас приготовлено. Я благодарна Богу за то, что мы можем сегодня с вами, проходя и высоты, и долины, и спуски, оказываться там, где нам должно быть. И быть самое-то главное в центре Божьей воли, потому что это самое безопасное место нашей судьбы. И когда мы движемся именно так, в Божьей воле, то мы знаем, что наша жизнь имеет вес, значимость, плод, влияние, результат, а внутри от этого мы получаем удовлетворение. Насколько мы внимательны к тому, насколько я удовлетворен за прожитый день или нет? Если мы такой анализ не делаем, то мы где-то можем войти в опасную зону и быть обреченными на то, чтобы проходить по кругу и не замечать Божьи уроки. Дело в том, что если мы в школе знаем, что могут оставить на второй год, чтобы человек усвоил или ребенок усвоил опять материал, то в Божьей школе ты не пройдешь точно на следующий круг твоего обучения, если ты не сдал экзамены предыдущего круга. Поэтому давайте мы понимаем, что спираль, по которой мы ходим, это не просто круг вокруг одной горы, а это вход на гору по серпантину. И поэтому, чем дальше мы поднимаемся, тем меньше этот оборот вокруг горы, потому что там вершина более острая, но у нас есть что-то повторяющееся, и мы не можем пройти дальше, не сдав экзамен с предыдущего захода. Поэтому Бога никак не проведешь, не убедишь, что все-таки пропусти, я дальше сдам экзамен. Нет, вот с ним так не проходит, потому что он знает то, что ты пройдешь или то, что прошел другой, ты не сможешь по его аналогии пройти то или другое, тебе надо самому взять те вершины или те этапы на подходе к вершине, в которых мы оказываемся. Поэтому Давид точно так же проходил свои дороги, свои экзамены, свои переживания, и то, что мы читаем сегодня, восстань, Господи. Вот он описывал, да, все, что видел или чувствовал, куда его направляло, вот это одно обстоятельство за другим, когда враги ополчались. А теперь он говорит, восстань, Господи, предупреди их, не зложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом твоим. Что значит предупреди? Это значит успей раньше. Господь успей раньше прийти, чем они будут свои замыслы осуществлять. И он на самом деле Господь, который не опаздывает. Это очень ценно осознавать. Господь наш не опаздывает. И поэтому, если кто-то замыслы замышляет, они рушатся, потому что Господь вовремя приходит на защиту своих детей. Я хочу сегодня с вами молиться именно об этом. Господи, разрушь замыслы нечестивых и предупреди, успей прийти раньше, потому что у нас есть сегодня в этом огромная необходимость и о нас, и о детях наших, чтобы ты не опоздал, потому что ты все видишь, за всем наблюдаешь. Но тебе нужны молитвы веры, тебе нужны молитвы уповающих на тебя людей. Вот, друзья, что важно понимать. Господь творит историю вместе с нами, а не без нас. И поэтому то, что мы здесь читаем, не изложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом твоим. Вот этот меч Божий, это его слово, потому что в его слове есть для нас безопасность и защищенность. Меч возьми свой. И Господь говорит, и ты возьми мой меч, уста свои, и работай, и твори вместе со мной моим словом. Небесный Отец, я благодарю тебя, что мы можем сейчас также действовать, как действовал Давид, и просить тебя, чтобы ты взял меч. И вложи в уста наши те слова, которые действительно результатом придут в судьбы, в судьбы тех людей, с кем мы соприкасаемся, за кого мы ходатайствуем, за кого молимся, с кем мы общаемся. И я благодарю тебя, что твое благоволение на нас, печать твоего благословения с нами, и благословение твое, которое обогащает и печали не приносит, сопроводит нас до момента встречи с тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok